Мы покупаем игры на 3Play, лучшие цены на 3Play, тебе нужны гарантии, и тебе их предоставят на 3Play. Я заряжен моментально и готов открывать новинки, ты не пожалеешь ни капельки, когда перейдешь по ссылке в описании. Пришло время поговорить о списке редкого экспортного транспорта на доске в вашей автомастерской. Как он работает, где искать автомобили и какие выплаты подготовили Rockstar. Многие просили рассказать обо всем этом поподробнее, поэтому давайте не будем тянуть и приступим. Кстати, в конце еще будет гайд, как на все это дело потратить всего лишь 30 минут. Супер быстрое выполнение, рабочий лайфхак. Во-первых, чтобы открыть доступ к доске с экспортным транспортом, необходимо пройти как минимум одно любое новое мини-ограбление из обновления Тюнинг в Лос-Антосе. После прохождения вам покажут небольшую кат-сцену, мол, вы открыли доступ к доске, теперь можете искать тачки из списка, пригонять их в доки и зарабатывать деньги. Механика максимально простая, ничего делать не нужно, просто спокойно катайтесь по Лос-Антосу и в какой-то определенный момент на карте появится голубая точка. Это и есть тот самый транспорт, который необходимо угнать и доставить в доки. Кстати, ни копов, ни врагов, никто вас преследовать не будет, единственное это то, что вы станете видны другим игрокам после того, как сядете в машину. Красная иконка сонара рядом с мини-карты как раз таки обозначает это, но вообще экспорт тачек работает и в сессии по приглашениям, поэтому как вариант, если будете искать транспорт, лучше зайти сразу туда, чтобы вам никто не мешал. Что касается самого списка, во-первых он обновляется каждый день, а во-вторых он у всех различается, у каждого игрока написаны свои 10 машин, которые нужно найти и доставить в доки. Если вы думали, что тачки у всех одинаковые, то нет, по выплатам ничего шокирующего рокстер не предлагают 20 тысяч баксов и 1000 рп за доставку каждого авто. Как только вы полностью закончите со всеми 10 тачками, получите еще 100 тысяч баксов в качестве бонуса, но успеть сделать это необходимо в течение одного дня, а это капец какая трудная задача, даже несмотря на то, что в интернете есть карта со всеми локациями, где может заспавниться редкий экспортный транспорт. Я эту карту кстати оставлю для вас в описании, убирайте все ненужные отображения и активируйте только синенькие машинки. Всего локаций 100, лично я прокатался по сессии около 3 часов, посетил все точки спавна по несколько раз, но ничего не нашел, и таких игроков много, тачки просто не спавнятся и пофиксить это должны сами рокстар, а у кого-то же наоборот, чуть ли не каждые 5 минут на карте появляются голубые точки и проблем никаких нет. Кстати в списке частенько указан транспорт, на котором ездят NPC, допустим у меня были Абера Кота и Импонте Руйнер, я проверил и то и другое авто, своровал их у ботов, но ничего не сработало. Как итог могу вам сказать, что либо у меня забагалась игра и не засчитала эти тачки как нужные, либо конкретно с этими машинами эта фишка не работает, ибо на ютубе челик спокойно своровал у бота буллет и игра ему его засчитала. На карте появился желтый якорь, обозначающий, что нужно везти тачку в доке, получается с какими-то машинами ботов эта тема работает, а с какими-то к сожалению нет. Ну а теперь о небольшом лайфхаке, как доставить все 10 тачек из списка, потратив на это всего лишь 30 минут. Первое, что вам нужно это напарник, второе это каргабоб, смотрите на доску, запоминайте какой транспорт там перечислен и далее просто-напросто заказывайте этот же транспорт у механика. Я понимаю, что у многих каких-то машин из списка не будет, это нормально, автомобили других игроков тоже подходят, поэтому если у вас есть друзья с огромным автопарком, попросите их вам помочь, либо же ищите себе напарника в комментариях под этим роликом, указав свою платформу, ник, дискорд и так далее. А в общем, как только вы или ваш друг заказали нужную тачку, вы в неё садитесь и далее ваш напарник цепляет вас крюком каргабоба и вместе летите до ближайшего более-менее глубокого места с водой, чтобы потопить эту машину. Будьте аккуратны, особенно если собираетесь топить транспорт в океане, где огромные волны, поверьте, всё может пойти не по плану и вы вместе со своим напарником и вертолётом просто-напросто утонете. В общем, как только тачка сломается, на карте появится жёлтый якорь, обозначающий, что её можно везти в доке. Напарник вас доставляет на каргабобе, скидывает на жёлтый круг и всё, 20 тысяч баксов у вас в кармане, согласитесь, всё очень быстро и легко. Кстати, если тачка чуть-чуть не попала в нужную зону, пускай ваш друг просто вас потолкнёт другой машиной, проблем в этом никаких нет. Таким образом, мы не торопясь доставили все 10 машин из списка примерно за 30 минут, заказывали тачку прямо в самих доках, топили её тоже здесь, в океане буквально в 20 метрах, ну и быстренько скидывали на жёлтый кружок. Там даже механик в какие-то моменты за нами не поспевал и приходилось ждать 10-20 секунд, пока его кулдаун спадёт. В любом случае, думаю, суть этой доски и всего с ней связанного вам понятна, не стоит рассчитывать, что на этом транспорте вы разбогатеете, не стоит специально тратить время, чтобы в день заработать 300 дополнительных тысяч, проще просто пройти, допустим, то же самое Кайо Перека и заработать где-то в 4 раза больше. Ну а так ради ачивки, почему бы и нет, один разок уж можно потратить немножко своего времени и без каких-либо трудностей при помощи лайфхака доставить все 10 тачек в доке. Ну а на этом у меня всё, надеюсь ролик был полезным, если это так, не забывайте про подписку на канал, про колокольчик и само собой про лайк под этим видео. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдёте в описании под видео, ну а прямо сейчас на экране появятся 2 ролика, кликайте на один из них и приятного просмотра. Пока!